www.vixnews.lv Мультимедийный информационный портал Представим нашу гостью, это специалист по русскому фольклору, в Латвии учитель музыки Ольга Николаевна Дергунова. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро всем. Гость в студии. Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии. Ольга Николаевна, мы хотим от вас узнать все, что можно про масленицу и про ее праздновные традиции в Латвии. Почему сырная называется, сырная неделя? Почему сырная неделя? Дело в том, что это была подготовительная неделя перед Великим постом, и мясо уже запрещалось вкушать, но разрешались еще молочные продукты. Вот, значит, я угадала. Масло, молоко, творог и всяческие прочие молочные продукты. А мясо ни в коем случае уже. Это была подготовительная неделя, потихонечку вводящая людей в самое состояние. Это древнеславянский, он имеет очень глубокие языческие корни, и только после того, как Русь приняла христианство, этот праздник стали как-то уминать, приглаживать и вклинивать его в христианский календарь. Раньше масленица сопровождалась и праздновалась всегда в дни весеннего равноденствия, то есть это от 19 марта до 21. Сейчас же масленица очень зависит от дней пасхалии, нет, всего пасхального цикла. И его вычисляют таким образом. За неделю до Пасхи, до начала пасхального Великого Поста всегда празднуют эту масленицу. Вот обычно, если полнолуние у нас происходит до 21 марта, то тогда в первое же воскресенье празднуют масленицу после вот этого полнолуния. Если, как в этом году, полнолуние происходит после 21 марта, то есть вот в этом году, 27, то уже празднование Пасхи происходит в первое воскресенье в апреле, после полнолуния. То есть так она встроена в этот календарь и получается какой-то абсурд. Вот она праздновалась бы в 20-х числах, уже точно, уже тепло, уже поворот на весну, уже все ясно, уже все. А сейчас она празднуется, сейчас, когда у нас минус 10, минус 12, зима, мороз. Так весь смысл, а с другой стороны, нас в зиму прогнать, чучело сжечь. Понимаете, смысл этого праздника в том, чтобы прогнать вот эти силы зимы, которые нас в этом году просто взяли за горло. Нужно сжечь, принести жертву. Вот это соломенное чучело сжечь, развеять его по полям, и тогда мы дождемся вот этого солнца, которое... В принципе, Масленица – это праздник жертвоприношения и воскрешение жизненных сил. Вот поэтому в какое бы время, иногда же Масленица приходилась в феврале, она просто в южные, я помню, очень морозные дни. Но ничего же, весна всегда побеждала, такого не может быть. Хорошо, давайте, может, по дням. Вот вчера был понедельник, встреча, он как-то особо отмечается? Каждый день Масленица особо отмечается, это был самый веселый праздник. Вот представляете, люди ждали его целый год, как спектакль, который очень нравится, и вот он прокручивается. Фактически все акты остаются такими же, какими они были, только расцвечиваются по-разному совершенно. Вот первый день встречи, и все уже с нетерпением ждали, вставали еще, когда было темно на улице, а ведь уже светает-то довольно рано в эти дни, ребятишки собирались ватагами и бежали смотреть, где у них припасена солома, чтобы в одном заранее договоренном месте сделать вот это чучело. А пока дети делали чучело, взрослые вставали, собирались, женщины начинали собирать утварь для того, чтобы готовить блины. Мужики запрягали лошадок и ехали на масленичную ярмарку, которая была тоже веселой и широкой. К обеду чучело обычно было готово. То есть его в понедельник делали, да? Делали в понедельник, усаживали в сани и возили от дома к дому, и медленно привозили к тому месту. Ну, собственно, это был, видимо, центр поселения города или деревни, где это чучело устанавливали. Но было это довольно долго, потому что пока ты провезешь мимо всех домов, а ведь была традиция, что масленицу надо было похвалить. Не каждому приходило в голову, как это нужно делать, но с течением столетий образовались специальные хвалебные масленичные песни. Ну, например, можно было сказать «Душаль, ты моя масленица, перепелиные твои косточки, бумажное твое тельце, сахарные твои уста, приди к нам на широкий двор в блинах поваляться, сердцем потешиться». И вот так в каждом дворе, и поэтому, в общем-то, вся встреча весь понедельник продолжалась. И каждый, кто не успел посмотреть или сказать что-то, приходил потом на площадь и кланялся в ножки чучелу и приносил, возможно, старые лапти или дрова, которые укладывались вокруг чучела, чтобы впоследствии там пылал огромный хороший костер. А масленица – это она или он? Масленица, скорее, это она, хотя масленица, в общем-то, празднуется в честь Бога Велеса. Это был помощник крестьянина и хранитель домашнего скота. Впоследствии, когда было принято христианство, это стал власий. Вот так и говорили – придет власий, отломит зиме рога. Ну, вот видите, по этой, как бы, вообще-то, наверняка, это существо бесполое, потому что и чучело-то делали без лица. Ни в коем случае нельзя делать у чучела-масленицы лицо. То есть рисовать там глаза рога нельзя? Нет, нет, нет. Уж нарисовал, так тогда все, и сжигать нельзя, потому что уже вселяется некая душа в это чучело. Интересно. И фактически тогда человек идет на преступление и сжигает уже несколько одушевленный предмет. А вот когда чучело без лица совершенно, там просто холостя, холст натянутый, тогда это разрешалось сделать. Вот это к вопросу о половой принадлежности. Просто я слышала масленицу «Он» говорили, ну, где-то слышала. Вы знаете, традиция немножечко различается, но чаще всего обращается к ней в женском роде. Дуня Изотевна, Масленица Кострома, Изотевна Лебеда. То есть, видите, все-таки прослеживается последние несколько столетий обращение к ней как к человеку женского пола, женского рода. Сегодня вторник какой день? А сегодня вторник. Очень хороший день. День молодежный. Вот игры всевозможных. Как говорили, петухи покидают на сест, женихи выбирают невест. Это день, как заигрыш. Одно слово говорит о том, что надо не только играть, но еще и заигрывать. В этот день как раз начинались ряжения, строили горы. И, конечно, с этих гор катались. Катались обычно молодые люди с девушками в первую очередь. И вот это-то и был момент. И девушку и обнять, и прижать, и, может, что-то шепнуть. Вспомним вот даже рассказ Чехова, шуточка, да? Вот-вот можно было заиграть и заигрывать. Это совершенно точно и стопроцентно. А горы строили не в том понятии, какие у нас есть. Я еще, слава Богу, застала то время. В моем детстве я жила глубоко на Урале. И там вот эти настоящие масленичные горы строили. Это были деревянные строения. И чем больше ступенек было, тем ужаснее было и страшнее скатиться с этой огромной горы. Вообще масленица напоминает мне предтечу пасхальных горок. Вот когда яйца катают на каталочках пасхальных, то же самое и горы. Вот эти ярко разодетые молодые люди, девушки катаются с горы. И такое впечатление, что катятся вот эти будущие, напоминаю, картинка точно стоит такая пасхальная, очень веселая. Но это было, кроме того, что шум, смех, гам, еще в это время открывались балаганы. И самое любимое развлечение было, конечно, разное интермедии, которые там разыгрывали. Ну, поначалу это делали скоморохи, а потом бродячие трупы артистов. Вот всем известная, наверное, интермедия Филя и Уля имела вообще грандиозный успех. Люди стояли и смотрели по 10-15 раз. Хотя там фактически шутки такие очень обычные. Простенькие. Простенькие. Простенькие, смеяться сейчас как бы. Но и сейчас она вызывает неизменный успех. И когда вот показываешь эту интермедию где-нибудь в концерте, люди смеются. Причем с удовольствием, потому что Масленица настраивает на такое полное раскрепощение души и радости. Как показывает, кстати, советский фильм, Ленин с Крупской, как раз их роман завязался на Масленицу. Есть такой фильм, где вот они там катались на санках, на балагане. Ее белохвостик играл у нее мягков. И вот как раз вот они там, помните, у них встреча стоялась? Они приклюблены, потом пошли кататься. И вот целый фильм показывает этот самый Масленичный балаган. Ленин катается на санках с Крупской. Молодые, потому что были. Молодые. Но в заигрыше разрешалось и взрослым. Это было, не возбранялось, но они уже где-то под вечер приходили. С утра каталась, конечно, молодежь, а уж вечером выходили взрослые. Особенно хорошо было покататься молодоженам, которые успели в мясоед заключить свой брачный союз. То есть в вторник был такой веселый день, да, катание, балаганы и прочие заигрыши. Один из самых веселых, да. Ну, я так понимаю, что все это вот эти заигрыши и вообще все эти вот обряды масленичные, они так, по сути, сводились к тому, чтобы потом после поста сыграть свадьбу, да? Часто, во всяком случае, на Красную горку. Непременно нужно было выбрать себе жениха, невесту, а потом еще все-таки дождаться, чтобы родители были согласны, и свахи. И действительно, свадьбы только были на Красную горку. Вот сейчас очень много есть таких предложений, особенно в интернете. Не смотрите, не читайте, не ходите туда. Там написано, что свадьба на масленицу – это счастливая примета. Да ни в коем случае. Никогда на масленичной неделе, никогда на масленную свадьбы не играли. Они были запрещены церковью. Никто никого не венчал, и это были уже все-таки недели. Действительно, задел на будущее. Те, которые еще были не женаты, холсты, свободны, вот они и могли воспользоваться. А масленица была праздников молодоженов. Именно в масленичную неделю поздравляли и устраивали смотрины для молодоженов, которые вот заключили брак. То есть, получается, что счастлива, наоборот, жениться перед масленицей. Перед масленицей. Или же найти себе подружку на масленице, а брак заключать уже на Красную горку. Напоминаю, что мы сегодня, ну, о чем мы говорим, вы слышите. И у нас в гостях сегодня специалист по русскому фольклору Влада Ольга Николаевна Дергунова. Звоните нам, пожалуйста, 672-12-939, 672-13-939. И делитесь своими, может быть, какими-то традициями, рецептами. Есть ли у вас, может, вы блины как-то по-особому печете. Каждый же день положено печь блины. Ну, мы уже пошли по дням. Наверное, сейчас мы не будем уже продолжать просреду. У нас осталось буквально несколько секунд до перерыва на новости. Тогда просто я вас приглашу поучаствовать в нашей второй части беседы. Ну, а сейчас новости и реклама на Болткоме. Ольга Николаевна Дергунова, специалист по русскому фольклору в Латвии, учитель музыки. У нас в студии мы говорим о Масленице. И вот очень интересно, вы рассказывали нам в перерыве. Давайте мы и слушателям тоже расскажем, как вообще само чучело делается. Оказывается, ну, мы начали немножко, да? Оказывается, там есть какие-то инженерные мысли даже. Обязательно присутствовало. И, собственно, не просто вот я говорила, что в понедельник ребятишки собирались на площади и делали. Там обязательно присутствовал человек, который имел опыт изготовления этого чучела. Ведь, несмотря на то, что многие делают сейчас чучело, соединяя две полки в крест. И когда сгорала солома, появлялся горящий крест. А это очень зловещий, в общем, символ, который православная никак не могла церковь разрешить. Поэтому нужно было делать чучело так, чтобы в основу его не ложился этот крест. А солому соединять таким образом, чтобы она была очень устойчива и имела правильный наклон, когда ее поджигали, падение. Ведь считалось, если чучело, как падает, горящие к людям, сначала склоняется, в пояс должно склониться. Ни в коем случае не протягивать к людям руки, умоляя их о чем-то. А просто наклоняясь вниз головой. То есть, простите меня, люди добрые. И чтобы делать такое чучело, надо было, конечно, иметь навыки. Нам как-то нужно было изготовить чучело. А на праздник фольклорная была приглашена бывший президент Латвии Вайера Витти Фрейберга. И мы обратились к нашему мастеру, который делает нам многие фольклорные, в общем-то, атрибуты. Он изготовлял настоящий по образцам этнографического музея Петербурга вертеп. Он делал нам деревья для жаворонков. И вот мы попросили его сделать такое правильное чучело, чтобы президенту было, в общем, приятно. И она поняла, увидела образец просто истины этого чучела. Он рассчитал и скорость ветра в этот день приблизительную. Сильный ветер был, да? Был сильный ветер, да. И солома у него была подогнана так, вот друг под друга, каждая соломинка, что фактически это чучело и горело правильно. Оно и стало наклоняться к людям, склонилось сначала. А потом уже все упало на землю и догорело. Василий Иванович Багметов, он сам по себе авиационный инженер в прошлом. Поэтому всегда инженерную выдумку к этому прикладывает. Я думаю, в нем просто генетическая память. Не надо быть инженером. То есть чучело клонялось перед президентом Латвии? Да, клонялось, клонялось горяще, да. Ну, произвело это впечатление на президента? Конечно, ей понравилось. Ей понравилось, ей очень понравилось. Она сказала, что впервые присутствует на таком празднике, и было очень интересно. Но она сама фольклорист. Мы остановились на каком дне, чтобы нам... Мы все расспрашивать успеть. Да, 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 как все говорят, ну, наигрались и сголодались, пора и лакомку объявлять. Среда. Да, чаще всего в ночь вторника женщины ставили опару. Ну, кто-то пек блины в понедельник, да, но чаще всего во вторник. И нужно было собрать ключевую, студенную воду какую-то. И нужно это делать очень тихо, чтобы никто не видел в полном одиночестве. Потому что у каждой был собственный секрет. Призывали даже месяц, чтобы он свои рожки туда окунул, и опара его подымалась быстрее. Сейчас ведь привыкли делать, и я их называю, не блины, а омлеты. Взбитые яйца, мука и молоко. Да, ну, тонкие блинчики. Тонкие омлеты, не надо называть обменчиками. А настоящие блины, конечно, это дрожжевые. Я говорю, и вот сразу вспоминаю... Но они же тонкие не получаются. Нет, у хорошей хозяйки они получаются тонкие. Понимаете, блин должен быть в дырках. Ведь хорошую хозяйку как проверяли? Брали блин и смотрели, солнце светит сквозь блин. Это вот нормальная женщина, нормальная хозяйка. У неё всё правильно. И их переворачивать, вот так подбрасывать очень сложнее, чем вот эти омлетовые блины. Так вот, обязательно опара должна быть дрожжевая. Она должна побродить несколько часов. Потом туда добавляли муку. Тесто становилось жидкое, как сметана. Блина ещё раз всходила, его нужно было помешать. И вот когда она осела, добавляли последний раз молоко, и уже выпекали тонкий блин. Они были чуть с кислинкой. Почему вот сейчас все с мёдом, с каким-то шоколадом, с гущённым молоком идут? Нет, настоящий блин. Заворачивалась у него рыбка, или мазался блин икрой, сворачивался в трубочку. И ведь это было солнце, его нельзя есть ни вилкой, тебе ни ножом. Солнце рвать нельзя. Круг рвать нельзя. Через круг ходить хоровод нельзя. Поэтому блины есть только руками. Ну, числыми, конечно. Да, ну, видите. Солюком. Ну, как рвать нельзя? Нет, ну, если вы туда завернёте кусочек вкусной солёной рыбки, как живут целиком. Ну, вы про икру рассказали, я уже не могу. Или икру. Ещё очень вкусные блины. Я иногда пеку такие. Это гречишный рецепт. Гречишная мука. Сейчас есть и продаётся гречишная мука. Раньше приходилось это сарацинское зерно молоть на кофемолке и добавлять. У гречишных блинов это настоящий русский вкус. Поначалу, потому что, как бы, гречишные больше пекли на этот праздник. Они сытнее. Они действительно готовят человека вот к этому ещё и переходу отсутствия мяса в гречневой крупе больше всего белков. И они, получается, чуть-чуть потолще, но всё равно дырковатые, потому что в них есть дрожжи. У нас умеют печь сейчас такие блины? Не все. Вот вы знаете, что пекут всё-таки с добавлением яиц и молока только. Это ведь просто процесс-то очень длительный. А пара должна раза 3-4 всходить. Это же надо несколько часов иметь для этого. Наверное, рабочий человек такой занятый не может быть. Но вы знаете, ведь пекли до тысячи блинов, и холодильников не было. Их промазывали растопленным маслом, складывали стопочками по 25-30 блинов, выносили в ледник, и они там под воздействием этого масла вот так скреплялись. Когда было нужно, чтобы в четверг, пятницу, субботу и воскресенье уже не стоять у плиты, у печи, а отдаться полностью празднованию, тогда приносили по 30 блинов в печечку, раз, и готовы горячие. Мы продолжим сейчас звонок сначала. Примем, надевайте наушники, пожалуйста. Слушаем вас, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Очень интересно рассказываете, но я хотел бы заметить насчёт блинов. Мне кажется, что культура – это довольно живая вещь, она на месте не стоит, в том числе и пищевая культура. И поэтому, если в каком-то регионе или в каких-то регионах, или вообще везде, люди начинают изменять своим каким-то традициям и делать что-то иначе, например, переходить от дрожжевых блинов к обычным, то, в принципе, это тоже неплохо, и не стоит к этому относиться, прям как к нарушению традиции. Традиции тоже могут меняться. Да-да, спасибо. Это замечательно, это замечательно. Я ведь не говорю, что эти блины нельзя печь, и раньше их пекли. Я говорю только о тех, с которых всё начиналось. И если есть желание, то можно вернуться к ним. Мы как раз сейчас, как вы сказали, культура еды у нас совершенно другая, но давайте немножечко вернёмся, хотя бы на масляной неделе, вот к той культуре еды наших предков. А то, что в любом регионе, да, в некоторых вообще пекут только оладушки, выносят их во время праздника, в некоторых добавляют творог. Это всё замечательно, прекрасно, что бы вы ни пекли, главное, чтобы оно было круглым, чтобы оно было символом масленицы, символом солнца и весны. Но всё равно нельзя, надо же знать меру в изменениях, а то мы так и до бургеров дойдём, на масленицу. Всё-таки нужно ещё... Можем дойти, да, круглым. Ну, я думаю, что тут сама жизнь меняет наши традиции. То есть, ну, раньше же женщина не была, там, скажем, на работе занята, там, с утра до вечера, правильно? Конечно. Вот, и у неё была возможность за домом поухаживать, и блины поставить правильно всё, и всё... Но всё равно надо же быть блины всё-таки. Блины. Какие бы они не были. На эту неделю женщины все должны уйти в отпуск и правильно печь блины. Хотя бы на один день. Тоже правда, да. На печь, на всю неделю. Слушаем вас, пожалуйста, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Анна. Я хотела бы также возразить. У нас семья, которая имеет глубокие староверские корни и традиции. Впервые я слышу про то, что блинчики на масленицу на сыропустную неделю пекутся только на дрожжах. Такого лично вот в нашей семье никогда не было. Хотя бабушка пекла так, как пекли её предки сотни лет. Ну и, в общем-то, считать плохой козяйкой ту, которая печёт не на дрожжах, это вообще очень смешно. Тем более, что наздреватые блинчики получаются, когда их печёшь на простокваше. Вот как сейчас, это уже не на простокваше, а на кефире, и всё прекрасно получается. И совершенно ни при чём тут различные суеверия. Потому что, скажем, если семья не придерживается суеверия, а придерживается веры, то там уже нет никаких принципов, там, рвать блины или не рвать, как их печь и так далее. Главное, чтобы соблюдались традиции и подготовление к посту. Спасибо большое. Спасибо. Я хочу уточнить, что хозяйку проверяли вот на этот наздреватый блин, умение её, именно потому, что была традиция выпечки опарных блинов. А то, что выпекается на кефире и простокваше, там неизбежно добавляется щепотка соли, соды. А соду не использовали в прежнее время. И я, боже упаси, я не говорю о том, что эти блины плохие и хозяйки плохие, которые это пекут. Да мы вообще не говорили о плохих хозяйках, только о хороших. Мы говорили о том, как это было принято в основной части России, и опарные блины стояли на первом месте. Потом действительно шли разновидности. Я же говорила, что были и пряженицы, и оладьи, и оладушки, и блинчики, и всё что угодно. Но царём блинной недели был, конечно, опарный кислый блин. Ещё звонок, пожалуйста, слушаем. Здравствуйте. Так, здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. Я хотела, ну, по культурству узнать одну такую вещь, да. Я когда-то смотрела прекрасный, действительно прекрасный фильм Михалкова. «Сибирский целюльник», по-моему, да. И там очень-очень много таких, ну, русских культурств, ну… Традиций. Да, традиций, да. И я всегда мечтала спросить одну вещь. Это как раз про Масленицу. Вот там есть такой эпизод, что выстраиваются мужчины, серьёзные мужчины, на льду. И друг друга так бьёт. До крови, да. Кулачные бои. Что это значит, ну, что это значит русской культуре? Потому что, ну, в европской культуре, которой я учила, таких нет. Спасибо. Спасибо, да. Про кулачные бои. Хорошо. Давайте мы вот очень хорошо, спасибо вам, перешли к четвёртому дню Масленичной недели. Разгуляй широкий. В этот день Масленица разворачивалась во всю ширь, и одним из, конечно, одной из традиций этого дня были кулачные бои. Они проводились по очень строгим правилам. То, что показано у Никиты Михалкова, ну, художник уже позволено немного преувеличить что-то, снять в другом ракурсе. Утрировать, как учили. Утрировать, непримерно он это утрировал, потому что они были, по строжайшим правилам проводились. Сначала стенка на стенку шли мальчики. Не разрешалось бить ниже пояса, не разрешалось бить лежачего. И до первой крови, действительно, если у кого-то появлялась царапина или попадали в нос, кровь шла из носа, битвы, эти кулачные бои прекращались. Вторыми выходили на этом поле, площади или на реке, стенка на стенку, уже подростки, юноши. Правила были ещё более жёсткие. А уже выходили последними мужики, здоровые. И почему это делалось? Ведь пост – это всё-таки 7 недель воздержания работы души и тихое время очень. И русскому человеку, как и любому, наверное, другому, нужно время, когда он выпускает пар. Масленичная неделя была именно для этого. Почему церковь смотрела, в общем-то, довольно лояльно на этот праздник? Потому что человек должен выпустить всё из себя, всё, что в нём накопилось за год. И даже посредством этих кулачных боёв, катания с гор, объедания, обжорства. И всё, закончить. Чистый понедельник, начинается пост, начинаются другие заботы. А вот переходила читать критику этого фильма. Там, в частности, упоминалась такая вещь, что на самом деле на кулачные бои не пускали дворян. Потому что там могли участвовать только простой народ. А там у Михалкова дерутся офицеры, что это как бы немыслимо. Их бы просто никто не пустил бы туда. Обычно это, конечно, эта традиция была простолюдинов. Но мещане иногда участвовали в этом. Офицеры. Ну да, что вот это, вот тут как бы Михалков прям, скажем, приврал немножко. Приврал, конечно. Что-то изменило. Вообще всё это похоже у него на лубочные картинки. Да. Ну там взятие снежного города. Что офицеры никак не могли участвовать в кулачных боях. Никак абсолютно. Нет. Не по уставу. Там особенно впечатлил этот генерал, который вот... Ну это вообще. У нас фильм начинается титром русскому офицерству посвящается и показывает запой, пьянство, драки этих офицеров. Это, конечно, да, поразительно. Это в таком концентрированном виде, да. Ну вот четверг, он такой день широкий, а пятница уже, наверное, поспокойнее. Давайте про четверг ещё скажем. Дело в том, что в четверг именно каждый хозяин, глава семьи должен был прокатить свою семью на тройке. Ну, тот, кто победнее, конечно, нанимал тройку, а побогаче и девятку лошадей впрягали. И нужно было носиться по этим улицам. Ну тут же выпускание пары на этих лошадях с присвистом, с гиканьем. То есть оторваться. Вот эта быстрая езда, как теперь требует езда и на машинах. Ещё в этот день выходили молодожёны. Вот они становились или в определённом месте, или каждый около своей избы и стояли в нарядной одежде. Их называли столбушки. Тяжёлая была работа простоять там полчетверга. А проезжавшие мимо на тройках кричали им и призывали их целоваться. И они были обязаны целоваться. Ну а пятница, давайте перейдём к пятнице, интересный день, называется «Тёщина вечёрки». Это в среду тёща зовёт зятя и угощает его блинами. И всячески ублажает. А вот в пятницу зять, наоборот, приглашал свою тёщу в гости. И сам готовил. Причём посылал сначала зватых. Людей, которые зазывали всячески. Тёща. Тёща шла. И думала, что же зять для неё приготовил. Он приглашал обычно ещё и гармониста, чтобы повеселить. Ну, конечно, жена его пекла эти блины, но стол должен был накрыть зять для своей тёщи. Почему именно тёща? Почему так выделена эта персона? А не наоборот, не свекровь. Почему не свекровь там? Ну, там есть день, который посвящён родственникам мужа. Ну, это он всё равно вторичен. Вторичен, да. Потому что, посмотрите, всегда, везде мы вспоминаем тёщу, маму, жены. Всё это связано с большим количеством анекдотов и всего прочего. Если просто отойти и в современную, и в прочую жизнь. Ведь тёща любит своего зятя, потому что он любит её дочь. А свекровь всегда насторожённо относится к невестке, потому что тут непонятно ещё какие отношения. Всегда для неё сын первичен. Не дай бог. Тёща стерпит всё. Ради счастья своей дочери она стерпит и шутки, и частушки, и намёки в её сторону. Поэтому обыгрывать тёщу про свекровь я не помню такой. В свадебных песнях иногда упоминается, в старинных «Свекровушка ты моя». Но тёща гораздо более фольклёрный персонаж, конечно. Фольклёрный, конечно, потому что тёща изначально принимает удар, совершенно спокойно его держит. Но она и ответный удар может нанести, дай боже. Может нанести, но чаще всего всё-таки они как-то мягче. Если перебрать вот все фольклёрные источники, тёща мягче, чем свекровь. И самой тёща достаётся в этих фольклёрных источниках. Хорошо, у нас осталось немного времени, но и ещё два дня. Вот мы уже немножко затронули субботу Золовкиной посиделки, да, называется? Это приглашалась родня мужа. Золовка – это же сестра мужа. Ну и заодно приглашали родственников мужа, дарили их подарками обязательно, устраивали угощения. Но и с утра это был девичник. В основном женская часть приезжала в гости, а мужская, приехав, уходила сразу во двор. И строили, если позволяло, вот у нас снега сейчас не найти, снежный городок построить. Разрушить снежный городок – это было тоже хорошей традицией, потому что команда зимы заседала именно внутри снежного городка, а команда весны со всех сторон… То есть картина взятия снежного городка – это как раз об этом. Реальная, совершенно реальная. Знаете, ну его же брали в четверг вроде, как мы так говорили. Взятие снежного, штурм снежной крепости – это нет? Чаще в субботу это происходило. Ну ладно. Ну, а теперь-то это зависит вообще у нас от снега, когда он есть. Сейчас вот мы его даже если бы хотели бы построили, в субботу у нас ничего не получится. Ну в этом году ещё ладно, что-то есть такое, бывает, что и нет. Потом этот обычай перерос в перетягивание каната. Тоже команда весны, команда зимы, вот они перетягивают. Ну и фактически должна была победить команда весны. И, конечно, все хотели встать к канату с той стороны и перетягивали. Вот, собственно… Это суббота. И последний день у нас остался воскресенье. Воскресенье, да, прощённое воскресенье. Ещё что-то доедали с утра и ещё ходили в гости друг к другу. Но фактически уже всё завершалось вечерней службой в храме. А вот прощение просили, как мы говорили друг у друга, именно после вечерней службы. Приходили домой, младшие начинали просить у старших прощения и так далее. Заканчивалось тем, что жена просила у мужа. И только самый старший член семьи ни у кого не просил прощения. Потому что он изначально считался тот член семьи, у которого просят все. А его отношения уже с Богом были свои собственные. И он уже мог это сделать. То есть то, что некогда сейчас просит прощения в воскресенье, просит прощения уже с самого утра, это неправильно? Ну, как неправильно? Жизнь-то развивается. Я говорю о традиции, которая существовала. По традиции, в принципе, вечером. По традиции это делается вечером, потому что чучело-то сжигали тоже до захода солнца. Служба начиналась тоже до захода солнца. Надо всё это было успеть и всё-таки всем попасть, так как все были православные практически, в храм. Поэтому сжигание чучела происходило ещё в светлое время. Чучело сжигали, прощали с ним, говорили уже нелестные слова. Уйди, масляница, ирзовка, настает великий пост, подадут селёдки хвост. Есть чин прощания потом. Но нам можно с утра просить. Нам есть за что просить друг у друга прощения. Прости меня, Христа ради, за все грехи вольные, невольные и обиды. И тот, у кого просили, говорил. Ну, есть же ещё какие-то, ну, как бы, в прощённом воскресенье вроде как всё не заканчивается, есть какие-то тужилки по масленице. Это вот первая неделя поста, когда, конечно, уже ничего не отмечается, но что-то вот такое. Тужилки по масленице, может быть, они и были, сейчас их фактически не осталось. Если говорить о традиции. Если говорить о традиции, то они сохранялись более в тот период, когда православная церковь перемалывала этот праздник и подстраивала под себя. Да, там ещё были какие-то песни. А фактически пост, ведь он же запрещает уже какое-то пение. Ну, могут на посиделках рабочие песни трудовые. Опять девушки, ну, что-то вот такое. Но обычно в понедельник, это чистый понедельник, всё драйли, чистили, чтобы всё блестело. Уже с вечера воскресенья просили прощения, и все пошли чистить, мыться. Нам пора заканчивать. Ольга Николаевна Дергунова, специалист по русскому фольклору в Латвии, была у нас сегодня на Болткоме, рассказала нам о традициях празднования масленицы. Не забудьте, что сегодня заигрыши. Вот, пользуйтесь на всю катушку этой неделей. Уже на следующей неделе начинается Великий пост. Спасибо вам большое, что пришли и рассказали. Спасибо вам. До свидания. До свидания.